Так, давайте посмотрим всё-таки ещё, что в личной жизни у нас до конца года. Для тех, кто одинокий, давайте посмотрим, что будет в личной жизни у вас до конца года. Что будет в личной жизни? Личная жизнь. Личная жизнь до конца года. Сейчас вы, ну, так-то мне показано, да, мы чаш. Женщина, которая готова любить, чувственная, яркая, красивая, грациозная женщина, да, может затуманить мозг любому. Ну, опять же, эгоистка, женщина-вода, да, тоже со своими намерениями, которая не готова мириться тоже ни с чем, девочки. Сейчас у вас период кайфа в одного. Вы кайфуете сейчас, отдыхаете от прошлого. Кайфуете. Было много сомнений, да, что-то было не очень приятное. Вы это всё оставили в прошлом, и сейчас по девятке чаш, да, у вас всё идёт в одного. Вы принимаете все удовольствия мира одна. Всё делаете одна, достигаете вершин каких-то высот, да, то есть девятка чаш – это же много-много чувств радости, каких-то событий и так далее, да. Вы там где-то можете развлекаться, что-то делать, куда-то ходить, где-то тусить. Если тусовки – это не право, значит, вы получаете удовольствие в другом месте, да, но без мужского пола одна. Давайте посмотрим, что ожидает до конца этого года у вас в личной жизни. Что ожидает? Тут воспоминания прошлого могут быть, да. Но опять же здесь потребность у вас. Не то, что потребность, вы захотите взять шанс вообще от этой жизни на всё, вот на всё. Реализация себя, движение вперёд, движение, вам нужен опыт, какие-то новые знакомства. Но здесь опять же говорит о том, что для начала вы всё-таки, именно сейчас у вас, да, такое время, когда вы познаёте себя. Себя. Вы там точно где-то у себя уже говорите, что вам надо, что не надо, на что вы готовы, на что вы способны и так далее. И от мира вам, вот, вселенная вам даст шанс на всё. Вы этот шанс должны использовать. Опять же, девочки, вы можете пропустить этот шанс, да, когда вы будете ударяться в прошлое, в воспоминания, в какую-то тоску. Ну и идёт же к нам, нет кто-нибудь-то, но победитель вы здесь, после всех крушений и рушений вас не останавливает ничего. По жизни вы победитель. Как бы ты ни была, женщина, которая здесь меня смотрит, сейчас показана, женщина, у которой много энергии. Как бы ты ни была, где бы она её не теряла, она всё равно восстанавливается. Женщина, которая звезда яркая. И не по старшему аркану звезда, а просто сама по себе звезда. Человек, который может быть на виду у всех, да, может быть какой-то мастер какого-то своего дела. Чего-то достигает, где-то учится, да, что-то имеет каких-то своих почитателей, вот так вот может быть даже. После всех крушений, да, после того, что было, после того, как судьба била, не давала шансы, а сейчас она их даст, да. После того, как у неё, да, можно сказать, не было энергии, после чего она начала восстанавливаться. Её это тоже не останавливало никогда. Женщина всё равно была, так сказать, всегда на коне, всегда знала, что выплывет. И здесь же мужчина-то не для нас, девочки. После определённой тоски, после тоски по, так сказать, по расставанию, извините, затушила свечку, значит, было какое-то расставание, была тоска, вас она могла упивать окончательно, пятёрка чаш, девочки. Всё-таки это на самом деле тогда, когда человек впадает, впадать может в депрессию. Всё-таки на классическом Таро, это всё-таки человек, да, в чёрном плаще. Это тогда, когда, ну, чуть ли не похороны, да, по чувственной сфере. Но здесь, девочки, после того, как вы всё отплакали, всех отпустили, начинается огонь, девочки, огонь. И приходит к вам человек, рыцарь чаш, девочки, герой-любовник. Вам вселенная даст такой, знаете, некий отпуск от всего, да, от какой-то серьёзности, вот как бы я сказала. Отпуск для того, чтобы вы не думали. Человек вас будет обихаживать, человек будет ухаживать. Я не скажу, что он может быть много там как-то будет вкладываться. Я скажу точно, что человек ничего не будет обещать. Может быть, вы даже не увидите какой-то возможности, да, что с этим человеком будет продолжение. Но всё, что у вас закрутится, завертится, это будет ярко. Это будет гореть, полыхать таким пламенем до небес и выше. Да, девчонки, здесь будет влюблённость. Здесь будет море искр, здесь будет курком ванилька. Знаете, вот самые сливочки, когда вот бабочки в животе, вот это будет очень много. То, что повергнет вас в такое, как сказать-то, в недопонимание, что же дальше, что будет. И от этих мыслей, девочки, сразу надо уходить. Никакого ожидания. Мне кажется, что это просто роман для отдыха. И не надо, да, как-то в него углубляться. Да, девочки, эти отношения могут не привести никуда, а могут привести и в семью. Но, девчонки, мне тут показано, что всё-таки этот человек, он больше будет дан вам для того, чтобы вы разрядились после напряга, который у вас в жизни был, да. Ничего ожидать не нужно, да. Какой-то семьи, там, ещё что-то. Просто получать удовольствие. По десятке чаш, девочки, это просто купайтесь вот в тех словах, в той чувственности, да, которую будет давать вам здесь уже из рыцаря в чаш, да, перерастёт в короля чаш, когда человек будет уже заинтересовываться вами ещё больше. Но всё-таки, девочки, это всё равно несерьёзно. Хотя взаимопонимание у вас здесь будет всё-таки до конца года, да, кого-то поощрить вселенная, да, таким вот романом. Не прикипайте, просто проведите время, получите удовольствие. Знайте, что это не для семьи. Это просто для того, чтобы вас подготовить, скорее всего, можно быть, к чему-то большему, чтобы разбудить вас женственность, искру, любование с собой, поднять ваш статус и эго до, можно сказать, там, не знаю, докуда, выше небес. Так что, девчонки, ожидайте.